Всем привет! На ремонте настенный щит управления для холодильных камер EWB1206N9. И он не работает. Давайте его разберем и проведем диагностику. Сразу в глаза бросились неисправные элементы. Резистор и варистор. В данной схеме они выступают в качестве предохранителя для основной платы от замыкания и скачков напряжения. Когда происходит скачок напряжения, варистор выходит из строя и меняет свои характеристики, то есть сопротивление, на короткое замыкание. И так как он подключен параллельно к сети EWB120 через резистор, то следующий на очереди выходит из строя резистор и питание плата больше не получает. Давайте замеряем их параметры. Видим, что резистор в обрыве. А варистор в замыкании. Посмотрим характеристики на новых элементах. На резисторе видим сопротивление, а на варисторе обрыв. Давайте снимем с платы вышедшие из строя элементы. Делать буду это с помощью паяльника. Посмотрите, как выглядят элементы. Далее удалим лишний припой из отверстий платы радиотехническим отсосом. Теперь установим новые элементы. Продолжение следует... После установки обязательно чистим поверхность. Давайте подключим питание и посмотрим работоспособность платы. Как видим, плата работает. Ремонт данной платы завершен. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом все. Кому ролик понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok